Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет видео не очень приятного формата. Я расскажу об одном продукте, который получила в первой поставке каталога номер 15. Это такая палетка The One. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот такая красивая, красивейшая палетка. Она идет у нас по акции, или была уже, может быть, акция прошла в честь Хэллоуина. В понедельник объявили акцию, я сразу кинулась и заказала целые две палетки. Одну себе, одну для клиентки. Дело в том, что я раньше брала такие палетки, а они просто необыкновенные. Но больше всего мне нравится то, что здесь 8 оттенков, и их все можно друг с другом миксовать. И то есть каждый раз получается разная помада на губах. Но когда я получила в понедельник заказ и разбирала на видео поставку, понюхала, мне показался странным аромат. Но я подумала, может быть, просто я так много разных ароматов сегодня вдыхала, и у меня уже просто нос не воспринимает адекватно другие ароматы. На следующий день я открыла палетку, опять понюхала и почувствовала очень яркий, прогорклый запах. Я попробовала помаду на губы. Сейчас тоже попробую ее нанести. То есть помимо неприятного запаха, она еще и очень странно ложится на губы. Я набираю кисточкой, то есть, ну, как обычно, кисточкой набираю немножко, и начинаю наносить на губы. И она и наносится как гуталин, то есть она плохо распределяется, в нос бьет неприятный запах. Я, короче, я огорчилась. Но, как говорится, бывает, бывает и такое. Хотя на коробочке написано срок годности до февраля 2021 года. 2021 года. То есть еще почти полтора года эта помада может нам служить, но она, к сожалению, нас подвела на нашу бальзам, потому что неприятные ощущения на губах, я их сразу удалила. Итак, какие действия нужно сделать, если вдруг вам пришел некачественный товар или вас что-то не устраивает в продукте? Например, если вы получаете заказ в офисе обычно, вам нужно взять накладную, которая была в этой коробочке, сам товар, прийти в офис и попросить у менеджера СПО бланк претензий по качеству, что я и сделаю прямо сегодня. И в этом бланке нужно будет написать, что продукт имеет неприятный прогорклый аромат, прошу вернуть или обменять. То есть прошу осуществить возврат продукции, вы выбираете, ставите галочку напротив того места, что вам нужно. Например, я всегда оформляю обмен. Я не просто возвращаю. Почему я так делаю? Я всегда слежу за количеством баллов, потому что я делаю заказ на себя, на мишу. И я сделаю заказ на себя, например, на 150 баллов и на мишу, на 150. И если я верну просто так товар, а он дает какое-то количество баллов, например, там 4 балла, то будет с минусовка 4 балла. То есть уже будет не 150, а 146 баллов. Понимаете? У меня два продукта. То есть с минусовки будет в два раза больше. И тогда я не получу те бонусы и не буду участвовать в тех акциях, на которые рассчитываю. Поэтому, если вы тоже участвуете в какой-то акции, оформляйте обмен, чтобы потом не делать до заказ, не платить еще раз за доставку. Вот к чему я это веду. То есть я оформлю не просто претензию по возврату, а я попрошу заменить на товар и выберу товар, который соответствует тем же самым количеством бонусных баллов, чтобы ничего не потерять. Самое главное сделать это нужно максимально быстро. То есть если до конца каталога еще есть время и его достаточно, то претензии обработаются в течение двух недель, и вам успеют списать баллы, то есть оформить возврат и зачислить новые баллы. Если же осталось 2-3 дня, то вы не успеете. То есть у вас может произойти с минусовка, а как бы набавить баллы не успеют. Поэтому если уж конец месяца, то просто оформляйте возврат и оформляйте новый заказ. Надеюсь, я вас не запутала, вы во всем разберетесь. И я, конечно, надеюсь, что у вас таких ситуаций не будет или их будет за все время работы в Арифлейм, вот как у меня это первый раз, что меня не устроило качество продукции. Честное слово, я за 20 лет работы с компанией, уже скоро 21 год будет, я первый раз столкнулась с тем, что мне пришел такой вот товар. К сожалению, такое вот может случиться, и вы должны знать, как в этом случае поступить. То есть ни в коем случае не надо огорчаться, просто нужно сделать возврат, поменять товар, вернуть свои деньги обратно, и все будет хорошо. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, обращайтесь, пишите в комментариях. Всегда с удовольствием общаюсь с вами, отвечу, расскажу, что знаю, всегда делюсь информацией. И вам желаю классного каталога, вкусных покупок, действительно вкусных покупок, а не таких, как у меня. Это слово сейчас, конечно, очень даже подошло по теме. До новых встреч! Пока-пока!